Всем громадный привет! Меня зовут Валентина, и сегодня с вами я буду делать распаковку одного очень нужного прибора от Faberlic. Я уже достала его из коробки, вот так вот она будет выглядеть. Внутри еще осталась насадка дополнительная, но я уже протестировала этот отпариватель, и могу сказать, что на данном этапе мне насадка не нужна. Достаточно пользоваться просто самим устройством. Итак, что хочу сразу отметить. Это нелегкие, прям знаете, как воздушные. Отпариватель он килограмма полтора-два точно весит. Шнур длиной метр восемьдесят, что очень удобно. Можно, если у вас розетка расположена, как у меня, допустим, по диагонали, подальше от рейла, и нет возможности подставить рейл ближе, то он на такое расстояние натягивается. Здесь есть два режима. Когда мы включаем в розетку, то загорается красная кнопка. Нужно подождать некоторое время. Кнопка загорается зеленая. Это слабый режим, но на нем очень легко гладятся трикотажные вещи. Следующий режим — это синий. На синем я гладила шерстяные вещи, плотные изделия. Это пальто, тренч, какой-то катон, который плохо разглаживается. До покупки этого отпаривателя у меня было два вот таких вот помощника. Только это не помощники, это настоящие нервомоты, потому что утюг от Philips. Просто вообще ничего не гладит. Хоть здесь есть такие режимы, как шелк, шерсть, лен. Лен не выглаживал, шерсть не выглаживал. Даже элементарное пальто, кашемировое, им погладить невозможно. Сильно оставались какие-то заломы после стирки. Вот это вот средство. Это у нас тоже Philips. Я даже снимала распаковку, когда только купила этот парень. Я была им очень довольна. Но я забираю свои слова обратно, потому что он поработал круто где-то месяца-два. А потом начались проблемы. Постоянно забивался резервуар для воды. Он не гладит вещи. Он через раз пускает пар. И вот, наконец-то, я избавляюсь от этих мучителей. Сегодня в моем аккаунте showroom Trendy Forever, где я продаю вещи обновления, я подготовила на рейле позиции, которые планирую выставить на продажу. И сейчас вместе с вами буду приводить их в порядок. Я специально подобрала вещи и шелковые, и шерстяные, и плотные, чтобы наглядно продемонстрировать, как поведет себя отпариватель, сможет ли он разгладить. Начать я планирую с шерстяного жакета от бренда Rena Lange. Я уже подключила отпариватель к сети. Нажала кнопку, пока что горит красный. Здесь уже наполнила резервуар водой, специальный отсек. Заметила я также, что с этим отпаривателем расход воды больше, нежели с моими предыдущими средствами, но и эффект намного лучше. Так, еще не подключается пока. Вот, загорелась зеленая кнопочка. Пошел звук. И начинаем горить. Так как это плотная вещь, я, наверное, включу режим синенький. Ну вот, можете наглядно видеть, насколько быстро вырабатывается пар. Вам, наверное, в камере жакет не полностью виден, но мне вот в таком вот положении намного удобнее его гладить. Попробую поснимать вот в таком положении. Вот видите, я когда начинала гладить, были вкладочки. Понятно, что это вещь очень дорогого бренда, и когда я ее купила в Second Hand, я ее сложила аккуратно, чтобы она ждала своего времени. Но тем не менее, она пролежала там несколько месяцев, и заломы есть. Поэтому их вот самое сложное доводить до ума. Но с этим отпаривателем абсолютно никаких проблем и морок нет. Вот буквально три минуты, и жакет отпарен. Что я хотела еще рассказать. Я вообще на Новый год планировала покупать себе профессиональную такую систему для глажения. Она стоит порядка 7000 гривен. Отпариватель же стоит на сайте 1500. Но всегда можно еще по какой-то акции, особенно если бы зарегистрированный пользователь, купить со скидкой. Следующая вещь — это шелковый платок. Тоже был сложен. Есть такие вот характерные надломы. И сейчас мы будем работать с ним. На фоне работы этот пальватель. Я его поставила в нейтральный режим, но он все равно еще отходит от глажения жакета и издает такие звуки. Буду наглядно показывать, как разглаживается. Сейчас я на легком режиме это делаю. В два клика. Резервуар пока что я еще не добавляла воды. Готово. Здесь знаете, в чем еще удобство? Я сначала пробовала на зеленом кнопочке гладить, потом на синее. И так как материал не плотный, это шелк, то достаточно с одной стороны прогладить, вторая на счет пара тоже уже разглаживается, экономия времени. Следующее — это шерстяное платье. Предварительно я его роликом почищу, так как резервуар на отпаривателях имеет свойство забиваться. В инструкции к данному есть правило чистки. Написана пропорция, нужно смешать воду с уксусом и так можно резервуар освободить от пыли, которая скапливается. Здесь у нас платье гладкое, я просто слегка пройдусь, освежу. У нас, как обычно, ремонты и шумные работы идут. Платье я прогладила без проблем. Тут сдача со звездочкой — это брюки бархатные. Их, конечно, нужно, я думаю, в щадящем режиме, но очень аккуратно погладить. Брюки я прогладила, и как раз на них у меня закончилась вода в резервуаре. То есть четыре изделия, и нужно менять воду. Здесь у меня остались бархатные позиции, которые легко можно просто обновить, они практически не примятые. Перфоратор включился и не собирается выключаться, я так чувствую. Поэтому на этой ноте я видео буду заканчивать. От себя хочу сказать, что я рекомендую отпариватель. Цена у него доступная. Его можно использовать для travel, поездок, когда нет возможности прогладить вещи. Он компактный, он очень хорошо включается, быстро у него буквально 30 секунд уже пар идет. Вещи разной степени проглаживают идеально, поэтому я очень рада, что наконец-то я избавилась от этих мучений с моими предыдущими помощниками. На этом я видео буду заканчивать. Прошу прощения за вот эти посторонние звуки. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. И по традиции я желаю хорошего вечера, улыбок, добра, всех благ. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, мои социальные сети. Будем дружить. Пока.